Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 9 июня, и вот только что я вам рассказывала про питунью, которую, если не прищепнешь, будет бадылышкой. Так как я сейчас все выставляю на улицу, вытаскиваю, я вот вытащила вот этот перец. И тут тоже наглядный пример, на котором можно что-то объяснить. Стороной мимо не могу пройти, потому что редко, когда увидишь вот такие явные примеры недостатка питания. Сейчас я вам расскажу. Вот это перец у меня, орликина, по-моему. Он рос в прошлом году в ведре, у меня как бы импровизированный был огород на балконе. Тут целых 4, у меня, видите, он не один, вот стволик, вот стволик. Тут целых 4 куста. Он все прекрасно рос весь год, все лето. Я его заносила на зиму домой. Дома он зиму отсидел. Потом я увидела, что он не погиб. Я сделала обрезку, прям резкую, вот так вот оставила. Все обрезала сверху. И выставила его в теплицу. Он начал обрастать. Это вот такой же вариант, как оранжевый гномик. Только гномика я не стала обрезать, я пожалела. И поэтому там завелась вот эта белокрылка. А этот я обрезала и весь сверху брала. И вот он начал активно разрастаться. Как вы видите, он, вот посевы этого года, они тоже уже вот такие перцы у меня цветут. Но этот чем отличается? Их здесь много. Их тут 4 куста полноценных взрослых. Они дали очень-очень много вот этих цветочных кистей, вот этих новых пасанков всего. А так как грунт у них тот же самый, я и в прошлом году не делала, чтобы не упала, не делала им никакую подкормку. Потому что, ну, я за ними сильно не слежу. Посадила и ушла, занимаюсь в огороде. А они как просто для красоты, для декора. И в этом году я ничего с ними не делала. Я не добавляла землю. Вы видите, земли как было, 8 у меня, 10-литровое ведро, 8 килограмм земли, 8 литров. У меня как было, так и есть. Но вот сейчас подсыплю перегноя. Не добавляла ничего. Но так как у него началось массовое, вот это наращивая зеленая масса, массовое вот цветение. Тут даже уже вот они, видите, и плодообразование у него уже идет. Вот они, плодики маленькие. У него недостаток питания. Видите, перцы голодают. Вот это явный. Я вот на этом примере, потому что больше нигде я вам не могу показать. Так не голодают же сейчас ранние, те перцы нынешние, молодые, которые я высадила в удобренный грунт, за которыми я ухаживаю. Явно, что у них нет вот такого вот, а это видно. Но не хватает перца на все эти цветы, на все эти плоды, которых там тысячи. Видите, вот он плод, маленький уже. Им же нужно питание. Конечно, в таких случаях нужна подкормка. Вот здесь любая подкормка. Раз я его кушать не буду, это перчик у меня декоративный, я тут могу и мочевину карбамид навести, одну столовую ложку на ведро и полить. Могу и комплексную подкормку сделать, хоть нитрофоска, хоть азофоска, чтобы был азот фосфор калий. Короче, здесь любая подкормка хороша. Если вы увидите вот такие прям бледные листья на своих декоративных растениях, вот, например, на тех же перчиках, на тех же петуниях, можно любую азотосодержащую подкормку, они будут вам благодарны. Можно даже, если ничего нет, даже аммиачной селитры, то же самое, одну столовую ложку на ведро воды. Я вот сейчас это сделаю, прям сразу не отходя, и посмотрю через неделю, какой будет перчик. Просто жалко, он столько хочет дать плодов. Представьте, когда все эти плоды будут вот так торчать, будут такие яркие, шапкой. Ну вот снова каша-малаша. Я только что у петуния говорила, что тут вот так будет все, и тут тоже. Но перец, я честно, я его специально не садила в этом году, я его и не подкармливала, ничего не сделала. Почему он так буйно сам растет, не знаю. Такой, наверное, трудолюбивый. Вот прям весь цветок. Ну ладно, все, сейчас пойду его подкармливать. Поехали. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok.